Я читаю главу двенадцатую из первой книги царств. И сказал Самуил всему Израилю, — Вот я послушался голоса вашего во всем, что вы говорили мне, и поставил над вами царя. И вот царь ходит пред вами, а я состарился и посидел, и сыновья мои с вами. Я же ходил пред вами от юности моей и до сего дня. Вот я. Свидетельствуйте на меня перед Господом и перед помазанником его, у кого взял я вала, у кого взял осла, кого обидел и кого притеснял, у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои, и я возвращу вам. И отвечали, — Ты не обижал нас и не притеснял нас, и ничего ни у кого не взял. И сказал он им, — Свидетель на вас Господь, и свидетель помазанник его в этот день, что вы не нашли ничего за мною. И сказали, — Свидетель. Тогда Самуил сказал народу, — Свидетель Господь, который поставил Моисея и Аарона, и который вывел отцов ваших из земли египетской. Теперь же предстаньте, и я буду судиться с вами пред Господом о всех благодеяниях, которые оказал он вам и отцам вашим. Когда пришел Иаков в Египет, и отцы ваши возопили к Господу, то Господь послал Моисея и Аарона, и они вывели отцов ваших из Египта и поселили их на месте этом. Но они забыли Господа Бога своего, и он предал их в руки Сесары, военачальника Оссорского, и в руки филистимлян, и в руки царя Моавицкого, которые воевали против них. Но когда они возопили к Господу и сказали, — Согрешили мы, ибо оставили Господа и стали служить Ваалам и Астартам, — теперь избавь нас от руки врагов наших, и мы будем служить тебе. Тогда Господь послал и Ервала, и Варака, и Ефая, и Самуила, и избавил вас от руки врагов ваших, окружавших вас, и вы жили безопасно. Но, увидев, что на Аст царь Аммонитский идет против вас, вы сказали мне, — Нет, царь пусть царствует над нами, тогда как Господь Бог ваш, царь ваш. Итак, вот царь, которого вы избрали, которого вы требовали, вот Господь поставил над вами царя. Если будете бояться Господа и служить Ему, и слушать голоса Его, и не станете противиться повелениям Господа, то будете и вы, и царь ваш, который царствует над вами, ходить вслед Господа Бога вашего. А если не будете слушать голоса Господа, и станете противиться повелениям Господа, то рука Господа будет против вас, как была против отцов ваших. Теперь встаньте и посмотрите на дело великое, которое Господь совершит пред глазами вашими. Не жатвали пшеницы ныне? Но я воззову Господу, и пошлет Он гром и дождь, и вы узнаете и увидите, как велик грех, который вы сделали перед очами Господа, прося себе царя. И воззвал Самуил к Господу, и Господь послал гром и дождь тот день, и пришел весь народ в большой страх от Господа и Самуила. И сказал весь народ Самуилу, помолись о рабах твоих пред Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам, ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя. И отвечал Самуил народу, не бойтесь, грех этот вами сделан, но вы не отступайте только от Господа и служите Господу всем сердцем вашим, и не обращайтесь в след ничтожных богов, которые не принесут пользы и не избавят, ибо они ничто. Господь же не оставит народа Своего ради великого имени Своего, ибо Господу угодно было избрать вас народом Своим. И я также не допущу себе греха перед Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой. Только бойтесь Господа и служите Ему истинно от всего сердца вашего, ибо вы видели, какие великие дела Он сделал с вами. Если же вы будете делать зло, то и вы, и царь ваш погибнете.